МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационное агентство Высота 102 коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. В регионе произошла очередная трагедия с гибелью малолетних детей во время пожара в частном доме. Замерзающие в своих квартирах горожане ищут и не могут найти, кто виноват в том, что батареи холодные. На центральной набережной дело реконструкции дошло до возведения подпорных стен из железобетона. На металлургическом кабинете-банкроте Красный Октябрь заработала ведомственная котельная. Это означает, что тепло, которого не было, начало поступать в административные здания, лаборатории, цеха и бытовые помещения. После того, как здесь начала действовать временная администрация, выяснилось, что собственники проблемного предприятия и не собирались топить и подавать горячую воду для рабочих. Производственный персонал есть, персонал, который работает в административно-бытовых корпусах. Естественно, люди, которые сидят в кабинетах, их не так мало. Это все же заводы управления, цеха, моются люди где. Эти все здания были фактически, либо без отопления практически были до настоящего момента. Плюс люди, у нас металлургическое предприятие, это производство, где люди ежедневно пачкаются, причем необходимо им мыться по окончанию рабочей. Да, это необходимые условия труда, естественно. То есть люди, были постоянно жалобы о том, что люди моются холодной водой. То есть это, естественно, сказывается и на больничных, люди начинают болеть и так далее. Ну и никакого, естественно, никаких условий нормальных. Ожидается, что отопительная система Красного Октября прогреется до конца недели. К этому времени должно полностью возобновиться и производство. Оно было остановлено поздно вечером 8 ноября, когда стало известно об объявлении предприятия банкротом. Флагманский цех СПЦ-2 запустили уже сегодня. В регионе произошел еще один случай гибели детей из-за пожара в частном доме. В Кировском районе Волгограда на улице Терновой заживо сгорели двухмесячные близнецы. Известно, что дом отапливался при помощи электрообогревателя. Ранее во время пожара в Ленинске погибли трое малолетних детей, оставленных без присмотра. Сотрудники МЧС бьют тревогу. Из-за начала холодов в зоне риска оказались домовладения со старой электропроводкой и печным отоплением. Несмотря на постоянные рейды и предупреждения, многие граждане, в том числе многодетные родители, халатно относятся к противопожарной безопасности. Отопительный сезон в некоторых многоквартирных домах Волгограда никак не может начаться. Так, жители дома номер 21 по улице Салтыкова-Щедрина заявляют, что уже полмесяца живут в постоянном холоде. По мнению людей, мерзнут они из-за бездействия управляющей компании УК Тракторозаводского района. Начиная вот с подачи отопления, то есть, как сказали в ЖЭО с 24 октября дали отопление, отопления в октябре не было вообще, батареи были холодные. При этом, то есть, сколько звонили, обращались, писали, подавали заявки, вплоть до того, что просто не разговаривают. Бросают трубки, говорят, к примеру, что отапливайтесь дровами, просто как издевательство над нами. Мы дома фактически все время одеты. Наши ЖЭО отсылают в теплосети, теплосети ЖЭО. То есть, результата мы не добились. До сих пор холодно. Специалисты, которые проводили замеры температуры в доме, почему-то никаких отклонений от нормы не заметили. Однако, по словам жильцов, средняя температура в помещениях не поднимается выше 12 градусов. Сейчас люди написали заявление в жилинспекцию. Новые подпорные стены из монолитного железобетона начали возводить на нижней террасе центральной набережной в границах от улицы Комсомольской до стены Родимцева. Старые плиты, а в некоторых случаях это были лишь остатки арматуры, были демонтированы. На этом месте сейчас идут подготовительные работы. Когда дело дойдет до заливки бетона, то его потребуется примерно 6 тысяч кубометров. Зато прибрежная территория будет надежно защищена во время паводка. Протяженность новых берегоукрепительных сооружений на двух ярусах составит почти полтора километра. Затем начнутся основные работы по реконструкции этого участка набережной. В сквере имени Пушкина, примыкающему к склонам поймы реки Царица, уже можно оценить первые результаты благоустройства. Здесь появились многочисленные лавочки, тротуарные дорожки, основа декоративной беседки с навесом, а также высажены самые разные растения. По планам городских властей, к Новому году подрядчики основные работы в сквере имени Пушкина должны завершить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова